Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И это видео я записываю как гинеколог. Видео я назвала «Женщины за 40». Почему для меня категория этих женщин очень интересна и чем я хочу с вами поделиться. На что нужно обращать внимание в этом возрасте? Почему многие женщины на себе ставят такой определенный крест, если так это можно назвать. Отказываются от отношений, отказываются от сексуальной жизни, вообще отказываются от всего. Считают, что все 40 лет. На этом точка. Давайте сегодня разберемся. И главное, как помочь женщине выйти из этого очень неприятного состояния. Смотрите сегодняшнее видео, обязательно задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Ваше мнение всегда очень важно для меня. Ну что, друзья, действительно женщины 40+. Почему этот возраст интересен? Потому что именно после 40 лет в организме женщины, опять же в среднем, начинаются определенные изменения. Здесь мы говорим про то, что постепенно-постепенно снижаются женские половые гормоны. Часто мы видим проблемы с щитовидной железой, мы видим гормональные дисбалансы. И женщина уже от этого начинает страдать. То есть возникает изменение настроения. У кого-то начинается сухость слезистых. У кого-то не такие ярко выраженные, но приливы. И, конечно же, изменения связаны с менструальной функцией. То есть менструации становятся более редкими. Либо сначала учащаются, и женщину это тоже уже весит. Потом начинают удлиняться. И здесь часто женщины думают, что все, я уже в климаксе. Перестают предохраняться. Да, если у них есть половая жизнь. И, соответственно, начинается проблема с тем, а беременна я или нет. Да, то есть каждый месяц женщина чувствует, считает и чувствует себя беременной. Каждый месяц приходит к врачу. Да. И говорит, доктор, я, наверное, беременна, потому что у меня задержка. И вот этот возраст, я всегда так говорю, что кто-то прямо вот хочет забеременеть. И мы, кстати, сейчас очень видим много женщин, кто рожает после 40 лет. И другая категория женщин, которые считают, что все, уже климакс. Секс мне не нужен. Мужчина как таковой мне не нужен. Дети уже взрослые. То есть все, и я уже буду, кто-то говорит, жить для себя. Кто-то говорит, я буду вышивать. Кто-то начинает путешествовать. И для меня вот это очень интересная история. Почему? Потому что если раньше, конечно же, как начинался климакс, мы, в принципе, женщинам ничего особо предложить не могли. Да, только терпеть. Там какие-то народные методы, какое-то дорогостоящее, поддерживающее лечение и так далее. Но на сегодняшний день у нас есть препараты, которые могут помогать женщинам справляться с этими жалобами. То есть речь идет о гормональных препаратах, речь идет о фитоэстрогенах. То есть я, опять же, я как гинеколог, безусловно, мне очень нравится гормональная терапия. Менопаузальная гормональная терапия. Раньше она называлась заместительная гормональная терапия. Я уже неоднократно в видео высказывала свою точку зрения, что женщинам, у которых нет прямых противопоказаний, которые не курят, можно предложить данный вид гормональной терапии. Почему? Потому что гормоны низкодозированы. Они хорошо влияют на женский организм. Они продлевают молодость, да, улучшают метаболизм, улучшают состояние кожи. То есть прибавляют вот действительно концентрацию женских половых гормонов в организме. И женщина реально чувствует себя, ну, плюс-минус на том же уровне, в котором была. Да, то есть у нее желание к сексуальной близости, соответственно, избавление от сухости. И это все очень даже неплохо. Но почему-то вот женщины сейчас отказываются, да, вот гормоны вызывают рак, и поэтому мы их принимать не будем. Хорошо, если у вас такая точка зрения, и вас не переубедить, пожалуйста, есть препараты фитоэстрогена. Мне всегда очень удивительно, когда женщина рискует потерять семью, да, там постоянно какие-то дома скандалы, конфликты из-за того, что она раздраженная, она плохо спит, у нее все время какой-то вот такой плохой гормональный фон, да, неустойчивый. И женщина от этого, безусловно, страдает. Прямо очень так сильно страдает от этого. И она не хочет что-то поменять, да, то есть она не хочет что-то изменить для того, чтобы, ну вот, как минимум лучше себя чувствовать, как минимум продолжать жизнь, жить активной жизнью, да. И этот вопрос мне вот всегда очень интересен. То есть почему так вот в 40 лет все, все считаете, что вам ничего не надо. Обязательно мне напишите в комментариях, действительно, это очень важно. Дорогие друзья, специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь», который помогает восстановить потенцию, влияет на вашу либидо, влияет на ваш тестостерон, на ваши сперматозоиды. В своем составе содержит цинксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншени и ее химбина, который оказывает воздействие с первых дней приема. При длительном применении мы видим самые сильные эффекты. И мужчины радуют своих женщин долгое-долгое время. Не важно, сколько тебе лет, мужская мощь поддерживает твое здоровье всегда и профилактирует развитие различных сексуальных дисфункций. Принимать по одной капсуле два раза в день банки хватает на курс на месяц. Я рекомендую длительный прием для достижения самых хороших и самых сильных результатов. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Заказывайте, пробуйте и ощущайте эффект мужской мощи. Дорогие друзья, да-да-да. О женщинам я крайне рекомендую задуматься. И если у вас сейчас уже есть определенные проблемы со здоровьем, то, может быть, пора уже начать на них влиять с помощью гормональной терапии. То есть избавлять вас от тех симптомов, которые вас беспокоят уже. И вы чувствуете вот эти звоночки. То есть, может быть, не ярко выраженные приливы, не ярко выраженная сухость. Но вы чувствуете, что что-то изменилось. Может быть, как раз уже пришло время начать что-то менять. И я уверена, что после 40 лет жизнь у некоторых только начинается. Я знаю, что женщины могут и забеременеть, и родить, и выйти замуж, и, соответственно, сохранить свою семью. Поэтому все в ваших руках. И нужно, главное, вовремя обратиться к врачу с появлением первых симптомов. И принимать правильные препараты для того, чтобы всегда поддерживать свое здоровье. И обследоваться вовремя. А мужская мощь на страже мужского здоровья. Пока-пока.